Всем огромный парфюмерный привет! И сегодня у нас на повестке дня будет обзор парфюма от марки Прокар. И это Франко Феретти Джелата. В этой коллекции есть 4 аромата. И сейчас я вам про них расскажу и покажу более детально. Аромат пришел в целлофане и в коробочке. Если мы посмотрим на коробочку, то аромат приходит вот в такой довольно-таки симпатичной коробочке. В целлофанчике, да, то есть все запечатано, все довольно-таки достойно выглядит, учитывая данную стоимость аромата. То есть аромат я приобретала на Wildberries. И я его приобретала со скидкой. Стоил он около 11 белорусских рублей. Это около 4,5 долларов. Очень красивое выполнение коробочки. Такое вот. Сзади есть описание аромата. И также еще 3 аромата указаны, которые представлены в этой итальянской коллекции. Также есть аромат Мода, Сиеста и Мурана. Помимо вот этого аромата Джелата. Ну и что ж, приступим к самому флакончику. Посмотрим его. Хочу поближе вам показать сам флакончик. Выглядит он очень достойно, учитывая его стоимость. Цвет водички такой янтарный, прозрачный. Очень красивая наклейка здесь Джелата. Сам флакон очень увесистый. Довольно-таки красивая, симпатичная крышечка у него. И с задней стороны выглядит он вот так вот. Флакон, на мой взгляд, очень симпатичный. Немножко нанесу этот аромат, чтобы создать такое парфюмерное облачко. Честно, я в восторге просто. Такой аромат праздник для меня. Первые нотки. Нет, давайте просто вот так вот. Это аромат праздника. Сладкий, девчачий, поднимающий настроение. Вот если у вас нет настроения, вы воспользуетесь вот таким ароматом. И настроение у вас обязательно появится. Первое, что я чувствую, когда я наношу этот аромат, это мята. Это мятка и это такое сливочное-сливочное, не супер сладкое мороженое. Джелата – это вообще мороженое итальянское. Если вы когда-либо его ели, это не супер какое-то мороженое на сливках. Нет, это такое вот ореховое мороженое. Честно, это очень приятный аромат. Вообще, из парфюмерии Бракар мне мало что нравится. Почему? Потому что ароматы, честно говоря, не совсем стойкие. И ароматы такие больше какие-то односложные очень. У них есть много разных коллекций. У них есть жар-птица, более дорогая коллекция, русская коллекция. Там, конечно, ароматы уже чуть дороже. Они не стоят, как этот, в районе 350 российских рублей или 4 долларов. То есть я аромат приобрела за 4 доллара на Валберис. И, конечно же, у них в основном все ароматы этой ценовой категории, да, они очень нестойкие и односложные. У нас в нескольких магазинах, супермаркетах представлена парфюмерия Бракар. И, если честно, то когда я тестировала, я для себя ничего не нашла такого интересного. То, что я бы даже просто могла носить дома. То есть это либо какие-то очень сладкие компоты, какие-то либо очень сладкие фруктовые композиции, которые мне лично неприятны. Хотя я любительница сладких ароматов, но то, что я нюхала, это особенно линейка фрукти есть, это мне не подходит. Она такая детская, она такая, вы знаете, туалетная какая-то, да. То есть это какая-то водичка, похожая больше на спрей для наших ванных, туалетных комнат. То есть мне такие водички не нравятся из линейки фрукти и так далее. И вот когда я наслушалась обзоров про этот аромат, это тот аромат, который на самом деле стоит дороже, чем его стоимость. То есть стоимость 4 доллара, это, конечно, золотая цена на этот аромат. Из всей этой линейки, да, там, Мурана, Мода, для меня вот этот самый интересный, самый носибельный, самый девочковый, самый секси, тот, который подойдет большинству вообще, который очень приятный. Я всегда оцениваю ароматы так. То есть если мне приятно, если мне захочется слушать этот аромат от другого человека или на другом человеке, то я тогда куплю себе. Когда я его слушаю, я понимаю, что я хочу, чтобы другой какой-то тоже человек так пах, потому что это сладенько, вкусненько, приятненько. Это определенное создаёт впечатление от человека, что он добрый, он позитивный. Это очень круто. Я на самом деле большой фанат каких-то сладких ароматов на девушках, каких-то сладких, лёгких, абсолютно невосточных. Потому что, мне кажется, восточные ароматы, они создают, знаете, какую-то такую серьёзность, какую-то такую немного другую энергетику потяжелее создают, да, и впечатление о человеке. Какие-то сладкие, лёгкие ароматики, они, мне кажется, ассоциируются у меня с тем, что человек лёгкий, открытый для общения, для жизни. Вот какой аромат, такой я считаю и человек. И когда девушке пахнет каким-то серьёзным, жёстким ароматом, восточным, с восточными нотками, мне такие ароматы неприятно слушать на других и неприятно рядом находиться с человеком. Я люблю, когда ароматы лёгкие, либо лёгко-цветочные, либо лёгко-сладкие, гурманские. Вообще, моя самая любимая гурманика, конечно же, у Виктории Сикрет, потому что у них очень много ароматов есть. С пралине, со сладкой грушей, вообще с сладкими фруктами, всякими вкусняшечками, карамельками. То есть это максимально такой бренд, который делает очень сексуальную такую парфюмерию для меня. Поэтому, если где-то в других брендах я нахожу что-то похожее на Викторию Сикрет, то я обязательно это покупаю. Для меня вообще Викторию Сикрет – это эталонный бренд в парфюмерии, который ярко отражает мою сущность, сущность какой-то красивой девушки, сексуальной. Мне кажется, это самый сексуальный бренд, который выпускает самые потрясающие духи для женщин. То есть максимально женственные, максимально сексуальные – это мой любимый бренд. Поэтому это аромат, который тоже похож на бренд Виктория Сикрет. Это такая очень приятная гурманика на каждый день, на дневное ношение. Этот аромат можно спокойно надеть на себя и пойти на учебу, в школу, в университет, в колледж, на работу. Это аромат, который будет уместен абсолютно везде. Для меня это такой дневной аромат, хотя, в принципе, его даже спокойно можно носить и вечером в ресторан. То есть он абсолютно достойный, он раскрывается хорошо, то есть он не уходит никуда, потом сильно не трансформируется. Это такая очень приятная гурманика, абсолютно не компотная, не дешевая. Она звучит дорого. Дорого для гурманики, я имею в виду. Не то, что вы нанесли, вы прям такая дорогая женщина. Нет, это дорогая гурманика. То есть это просто хороший, сладкий, такой качественный аромат а-ля Виктория Сикрет. Поэтому подытожим обзор. Если вы любительница сладких ароматов, таких мороженка-пироженка с легкой такой мяткой, вот почему добавили сюда мятку? Чтобы он был интересный, чтобы он заиграл чуть-чуть свежо и чтобы он не был компотным, чтобы он не был односложным. Аромат хороший. Аромат мне очень нравится и он четко отражает лично мою энергетику. Если вы тоже похожи со мной во вкусах, вообще в энергетике, в отношении к жизни, если вы тоже позитивный человек, то однозначно этот аромат вам подойдет. Так что могу вам с радостью рекомендовать. Какую интересную новиночку, которую я до себя нашла. Надеюсь, вам тоже понравится. Так что заказывайте. Я считаю, что 4 доллара это абсолютно доступная цена. Можно себе купить, попробовать и радоваться.